Есть такое мнение, на мой взгляд, близкое к истинам, что власть сознательно работала на низкую явку, прекрасно осознавая, что высокая степень политизированности населения не сыграла бы в ее пользу. Ситуация, безусловно, тревожная. Мне хотелось бы надеяться, что до открытого вооруженного столкновения и противостояния дело все-таки не дойдет, потому что в этом случае оно с неизбежностью вовлечет в свою орбиту соседней страны. Здесь, как мне кажется, позиции сторон действительно кардинально расходятся. Баку наращивает различного рода усилия, связанные с давлением на Ереван, и на особенности Панакер. Российская сторона, в свою очередь, пытается максимально снизить напряженность и способствовать решению острейших гуманитарных проблем, перед которыми оказался армянский край в результате блокады, которая продолжается уже несколько месяцев. Я думаю, что российское присутствие, оно, безусловно, сохранится. Возможно, оно приобретет, так сказать, некоторые новые форматы. Но есть те традиционные сферы, в которых, как мне кажется, российскому присутствию в регионе нет альтернативы, и так или иначе оно сохранится. Я думаю, что если бы те люди и те силы, которые вкладывают столь много интеллектуальных, организационных, информационных, материальных, каких угодно средств в распространение этой бредовой, фейковой информации, если бы они все-таки занялись делом и направили бы их на созидание и на конструктив, то, уверяю вас, многие проблемы, о которых мы обсуждаем в российско-армянских взаимоотношениях, уже успешно бы решались, если бы не были полностью решены.